Всем привет! Ну что же, уже в эти выходные возвращается наша любимая российская премьер-лига. Откроют вторую часть сезона в пятницу Факел и Химки, а мы сегодня поговорим про субботнюю игру, в которой московский Спартак сыграет с Екатеринбургским Уралом. Сегодня мы эту игру обсудим, а в конце я дам свой прогноз на данное противостояние. Я желаю вам приятного просмотра. Мы начинаем! Сначала поговорим о красно-белых и напомню, что после 17 туров Спартак в РПЛ идет на втором месте, имея при этом 36 очков и отставая от Зенита на 6 очков. Атака Спартака в первой части сезона была хороша 40 забитых мячей, больше забил только Зенит у петербуржцев 47 голов. И с обороной у красно-белых тоже полный порядок. 18 пропущенных мячей, столько же как и у ЦСКА, меньше только у Зенита 7 пропущенных. Для Спартака весенняя часть сезона уже стартовала. Команда Абаскаля прошла в Кубке России Локомотив. Первая игра завершилась минимальной победой красно-белых 1-0, забил Пруцев. А в ответном матче команда наколотили 6 голов и победу тоже одержал Спартак со счетом 4-2. Теперь переходим к Уралу и команда Виктора Гончаренко тоже сумела пройти дальше в Кубке, переиграв по сумме двух матчей Ростов. Первая игра в Ростове-на-Дону завершилась ничьей 1-1. А в ответной игре в Екатеринбурге Урал победил 2-1 благодаря голам Андрея Егоровичева и Рая Влута. Таким образом, Урал продолжает свою фантастическую серию. Если учитывать и Лигу, и Кубок, то у Шмелей серия из 13 матчей без поражений подряд, в которых у Урала 10 побед и 3 ничьи. А в РПЛ команда из Екатеринбурга идет на 10 месте, имея 21 очко. Теперь, что касаемо моего прогноза на игру, то, думаю, нас ждет невероятно интересная игра, а также несколько интриг. Во-первых, сможет ли Спартак прервать серию Урала без поражений? Во-вторых, насколько смело уральцы будут играть в Москве со второй командой чемпионата? И в-третьих, сколько зрителей придет на игру после введения фан-айди? Все это очень интересно и любопытно, и что касаемо моего прогноза, то, думаю, небольшим фаворитом является Спартак. Но Урал даст настоящий бой, поэтому либо ничья 1-1, если у Урала выздоровеет Газинский и Сесе, либо победа Спартака со счетом 2-1. Свои прогнозы можете оставлять в комментариях. А на этом у меня все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, любите футбол, смотрите футбол, и всем пока!